Я думаю, что мы не можем делать прогнозы по глобальной экономике, не учитывая ситуацию на рынке Китая, которая всегда доминировала по сравнению с рынками Европы и США. В ближайшее время в центре внимания будет экономика Китая. Ян Рэндалф, IHS Market Эта торговая неделя началась с позитивной ноты. Были представлены неожиданно сильные данные Германии по бизнес-доверию. На фоне этого в понедельник курс евро вырос в цене. Как вы думаете, восходящий тренд евро будет долгосрочным? Да, вполне вероятно, что евро продолжит повышаться на этой неделе. Эта осень обещает быть яркой для Германии. Активизировались практически все драйверы роста. Единственный возможный спад может быть зафиксирован по иностранным инвестициям, что в основном будет обусловлено слабым внешним ростом. Тем не менее, в последнее время мы наблюдаем сильную динамику роста по уровню потребления в Германии. Это указывает на то, что период жесткой экономики завершился. Немецкие потребители открыли свои кошельки и не боятся тратить свои деньги. Их больше не беспокоит проблема с безработицей. Их доходы растут. Низкие затраты на энергию позволяют им накапливать сбережения. Учитывая, что процентные ставки находятся на очень низком уровне, немецкие потребители не видят причины вкладывать свои деньги в банк. На фоне этого потребление стремительно растет. Был зафиксирован невероятно сильный рост на уровне 2%. Таких темпов роста мы не видели с конца 90-х годов. Не так давно Deutsche Bank сделал заявление относительно того, что падение их акций к рекордным уровням может негативно повлиять на курс евро. Джон, а какие еще драйверы валютного рынка инвесторам необходимо обратить внимание на этой неделе? Я думаю, что в период сильных переживаний относительно последствий Брексита немного позади. На рынок вернулось доверие. Это оказало поддержку курсу евро. Но самое важное произошло на прошлой неделе. Центральный банк Японии объявил об изменениях в своей монетарной политике. Они собираются завершить программу количественного смягчения. Теперь для Центрального банка Японии важное значение имеет доходность облигаций. Центральный банк намерен покупать 10-летние гособлигации таким образом, чтобы их доходность оставалась в пределах нулевой отметки. По итогу это окажет восходящее влияние на уровень инфляции. И на поне этого японская иена ослабит свою позицию. При этом курс доллара США и евро повысится. Это еще один дополнительный фактор, который будет оказывать поддержку евро. На этой неделе будет представлен китайский промышленный индекс PMI Кэксэн. Он является ключевым индикатором стабилизации экономики Китая. Какое значение экономическая ситуация в Китае имеет для прогнозов по состоянию глобальной экономики? Эти данные действительно имеют очень большое значение. Летом мы отметили так называемый временный застой в экономике Китая. Но что касается важных индикаторов, таких как данные по розничным продажам, объем промышленного производства и данные по фиксированным капиталовложениям, то недавно был зафиксирован небольшой рост по всем этим показателям. Первые во второй половине этого года темпы роста китайской экономики были на уровне 6,6-6,7%. Я думаю, что важное значение для экономики Китая имеет данные по розничным продажам, которые непосредственно связаны с данными по сектору услуг. В данный момент мы наблюдаем положительную динамику по двум этим показателям. И в дальнейшем, скорее всего, что будет превалировать восходящий тренд. На тяжелую промышленность Китая приходится около одной трети экономики. На сегодняшний день в данном секторе мы наблюдаем постепенное замедление. В долгосрочной перспективе это должно помочь сбалансировать рост экономики Китая. Я думаю, что мы не можем делать прогнозы по глобальной экономике, не учитывая ситуацию на рынке Китая, который всегда доминировал по сравнению с рынками Европы и США. В ближайшее время в центре внимания будет экономика Китая. Рост Китая имеет очень большое значение для крупных лидеров экспортного рынка. Это такие страны, как Германия и Япония. Что касается роста экономики Германии, то это имеет ключевое значение для роста еврозоны в целом. Экономический рост Китая играет важную роль для развивающихся рынков. Замедление темпов роста Китая оказало негативное влияние на эти рынки. В частности, это касается уровня спроса и ценовой динамики товарного рынка. Мы отметили некоторую стабилизацию. И в дальнейшем мы не сможем делать прогнозы по глобальной экономике, не учитывая ситуацию на рынке Китая. Мы признательны Яну за его прогноз на эту торговую неделю. Вы смотрели Дукас КПТВ. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok